Всем привет! С вами Крымская Солидарность. Мы находимся в городе Симферополь, возле Верховного Суда Республики Крыма. Делаем сегодня на судебное заседание об апелляции на меру пресечения подсудимому Русейму Шейхалиеву фигуранту так называемой Симферопольской второй группы Хизбут-на-Хрив. В Верховном Суде Республики Крым будет участвовать адвокат имени Авамилева через видеоконференц-связь с 3-м апелляционным судом города Сочи общей юрисдикции. А подсудимый Русейм Шейхалиев будет участвовать через сезон номер один города Коснодар. Их обвиняют в том, чего они никогда в жизни не делали и не будут делать. Я считаю, что это сфальсификованные дела, которые созданы для того, чтобы запугать еще больше наш народ. Это необоснованное обвинение против наших соотечественников. И также я считаю, что массовость этих судов показывает нам то, что это не направлено на каких-то отдельных личностей, а это в целом на весь народ. Ну, как и следовало ожидать, апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения. В сегодняшнем судебном заседании Шейхалиев Рустем заявил опять-таки о том, что он, являясь гражданином Украины, в отношении его осуществляется уголовное преследование именно по его религиозным исповедованиям, а также по его политическим взглядам. Прокуратура не предоставила обоснованного документа о том, что состояние здоровья моего подзащитного позволяет ему содержаться в СИЗО. То есть мы указали на то, что Рустем Шейхалиев имеет ряд хронических заболеваний, которые, естественно, несовместимы с его нахождением в СИЗО. Настолько у него ухудшало состояние здоровья, когда его ввозили в управление ФСБ здесь по республике Крым, что сами следователи вызывали к нему кареты скорой помощи. В настоящее время он находится в городе Краснодаре, он был этапирован на прошлой неделе. Все медицинские препараты, все лекарства, которые ему передавались официально через СИЗО в городе Симферополе, там в Краснодаре у него были изъяты. Сегодня, 8 числа, состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на постановление Верховного суда Республики Крым о продлении срока содержания под сражи моему подзащитному Руслану Сулейманову. Уже Южным окруженном военным судом срок содержания под сражи моему подзащитному продлен, и сегодняшнее заседание это было не более чем фикс, скажем так, над правосудием и над теми судебными процессами, которые должны состояться. Мой подзащитный на сегодняшний день находится в городе Краснодаре, его этапировали из Симферопольского СИЗО в город Ростов-на-Дону. В Краснодаре он находится уже 6 суток, время в пути составляло более 10 часов. Сейчас он находится в подвальной камере, приходится спать ему ввиду плохих, скажем так, условий содержания в куртке. В камере холода, нет горячей воды, еда абсолютно не соответствует качеству, более того, в еде содержится свинина, которую не употребляет мой подзащитный в силу своих религиозных убеждений. Во время судебного процесса говорил о незаконности преследований, сравнивал преследование всех крымских татар сегодня в Крыму с теми репрессиями, которые проводились со времен Екатерины II. Продолжение следует...